Мы сегодня говорим о засечной черте, точнее, большой черте, большой засечной черте, как ее только не называли в древности. Расположена сейчас для ориентировки на территории части Рязанской области, практически проходит через всю Тульскую область и заканчивается в Калужской области. Общая ее протяженность около 400 километров. Чем же она так замечательна и знаменита? Основная ее особенность – это то, что на большей части своей протяженности она просто состояла из лесных завалов, засек. То есть брался лес, на высоте человеческого роста дерево рубилось, после чего его комель, как срубленное дерево, на этот высокий очень пень возводилось наверх, и валились они в сторону врага, гипотетического, в сторону степи, откуда шли набеги со стороны Крымского ханства, Ногайской орды, постоянные, и черта имела, в общем-то, защитную основную функцию. Несмотря на то, что эти леса, став заповедными вот тогда, в середине XVI века, при правлении Ивана Грозного, когда возводила, собственно, эта засечная черта, они очень долгое время сохранялись в неприкосновенности. Ну, конечно, часть-то их была все-таки вырублена, но эту полосу леса мы можем видеть на карте до сих пор. Историки, которые плотно занимаются этим временем, они очень не любят, когда говорят только о Тульской засеке, о большой засечной черте. Во-первых, ну, называли ее черта, и она большая, но состояла она не только из этих лесных завалов. Были крепости, кроме Тульского Кремля, все остальные они были, собственно, деревянные, деревянные остроги такие, крепости. Были острожки на месте ворот, это там, где через эти лесные завалы шли дороги. Их надо было защищать, как проходы в этих засеках. Там строились такие острожки, да, и маленькие крепости. И вообще система обороны, она выглядела очень так внушительно, да. Самой тыловой ее частью был берег реки Ака, так и называлась эта линия обороны берега, там, где сейчас стоит Коломна, Сербухово, представляете, да, большие города, большие крепости. Они защищали вот как бы самую ближнюю к Москве часть московского государства. А потом шла, собственно, вот эта засеченная черта. И дальше в сторону степи выдвигались еще крепости, остроги, такие как Епифань, например, на Куликовом поле. Еще дальше выдвигались такие как бы погранзаставы, да, сторожи, куда постоянно ездили казаки, дети боярские, то есть служилые люди того времени, наблюдать за степью и как бы предотвращать опасность. Так что это была, в общем-то, большая система защиты южных в то время рубежей московского государства. Вроде как это очень недалеко, до Тула от Москвы всего 180 километров, но это были вот южные рубежи московского государства тувавого времени. И они, конечно, постоянно подвергались каким-то напастям, набегам, убивались люди, угонялись в рабство, угонялся скот, сжигались селения. И это было, в общем-то, достаточно большой проблемой для государства. Государство не могло развиваться, не обеспечив спокойную жизнь своим жителям. Для этого была вот эта построена, ну, практически 400-километровая такая защитная система. А в чем ее преимущество? Она очень дешевая. Используется преимущество природы. Полоса лесов на границе леса и лесостепи засекается, делается непроходимой. В проходах из дерева, которого тут в изобилии, с помощью такого же топора плотницкого, сооружаются крепости, тоже достаточно дешево, поселяются служилые люди, начинается вот эта вот оборонительная система, жить становится спокойно, и, соответственно, государство может развиваться. Просуществовала эта система практически 100 лет. То есть середина 16 века она была устроена, несколько раз ремонтировалась. Последний ремонт начался после смутного времени. Но на самом деле уже параллельно, параллельно, границы отодвигаются на юг. Строится новая так называемая Белгородская черта, которая уже не настолько засечная, потому что, ну, южнее Тулы, Белгород, современные, там Липецкая область, Воронежская, там плохо с лесами. Там уже возводились валы, крепости. И к середине 17 века, когда она была достроена, граница ушла на юг. Тульская засечная черта, большая засечная черта, ну, в общем, прекратила свое существование за ненадобность. Не случайно такие линии вот названы линиями роста, потому что это действительно система, как российское государство того времени развивалось, и в более позднее время это то же самое. То есть ставилась черта, некая защита, некая стабильность, осваивалась территория. Государство расцветало экономически, все пребывало, и потом эти линии вперед и вперед дальше отодвигались. Так развивалась Россия, поэтому так важно изучать эти самые засеченные леса. Чем еще эти леса замечательны? Тем, что с середины 16 века они не подвергались хозяйственному освоению. Там не пахали, там не строились, там не проводили каких-то других хозяйственных работ. И в этих лесах прекрасно сохранились памятники археологии более древних эпох. Очень долго один из наших коллег изучал так называемые валы, тульский засек. То есть действительно по краю леса очень часто можно видеть небольшой, невысокий вал, ров. Ошибочно его одно время принимали за укрепление. То есть за этим валом сидели стрельцы и оттуда вели огонь по приближающейся коннице противника. На самом деле эти валы оказались межевыми, то есть они имеют отношение к засечным лесам, они показывают их границу. Они были насыпаны в 17-18 веке и отмечали вот эту границу земельного участка, засек, засечного леса. В то время, когда это еще имело оборонное значение, в этом лесу запрещалось даже протаптывать тропинки. За это полагалась смертная казнь, ни больше, ни меньше. Чтобы мелкие отряды вот этих вот грабителей, которые приходили из степи, не могли просочиться через засечные леса, не могли нанести ущерб. Существовали такие специальные люди, засечные сторожа. Они ездили, объезжали засеки, смотрели, чтобы не было никаких вот таких нарушений, тропинок, никто не рубил, и все находилось в обороноспособном порядке. То есть эти земли оставались государевыми, они не переходили в частное владение. Поэтому эти леса не свели, эти леса остались до сих пор, и мы имеем возможность их изучать. Мы знаем там о 20, больше чем 20, наверное, острожков на воротах на территории Тульской области. Из них мы в настоящий момент знаем только три. Мы знаем примерно место расположения каждого из них. Сейчас большая надежда на современные технологии. В первую очередь на так называемое дистанционное лазерное сканирование. То есть это обычно с беспилотного летательного аппарата, либо с самолета идут замеры. Лазерными лучами в поверхность. И современные технологии позволяют аппаратно, то есть при обработке данных, убрать лес. И останется только голая поверхность. И при таком способе тут же обнажаются все древние остатки валов, курганов. И мы прекрасно можем это дело увидеть. На некоторых участках засек мы эту технологию уже опробовали. Она совершенно прекрасно работает. Но она достаточно дорогостоящая. И сейчас пока решить вопрос о тотальном сканировании вот этих тульских засечных лесов и выявлении всех этих самых памятников пока не решен. Я думаю, что это ближайшее будущее. Да, конечно, при обследовании вот этих всех замечательных сооружений мы получаем находки достаточно выразительные, которые говорят о вооружении. То есть это наконечники стрел, пули от пищалей. Иногда даже детали механизмов этих самых оружий древних. Детали холодного оружия. Детали конской сбу. И потому что большинство служилых людей того времени было конными. Потому что передвигаться необходимо было на очень большие расстояния. Мы уже выпустили несколько изданий об этом. И буквально сейчас надо выпускать новое. Потому что вот в этом году, в 23-м, буквально осенью, мы нашли очередные ворота, острожек у Семеновских ворот. Я думаю, что несмотря на то, что юбилей отшумел, мы надеемся, что будет новый. Интерес к этой теме не угаснет. И мы будем радовать широкую публику и узких специалистов все новыми открытиями. Потому что действительно тульские засеки – это целый мир, который требует своего изучения.